всем доброго времени суток дорогие друзья с вами на связи канал пакмани где мы открыто общаемся о заработке в интернете сегодня познакомимся с профит трейлером трекером это дополнительная некая настроена строечка для того чтобы более детально более удобно отслеживать вашу торговую статистику официальный сайт профит трейлер трейлер точка нет ссылочку на него я оставлю в описании если вы просто покупали лицензию профит трейлера то трекер для вас абсолютно бесплатно его не нужно покупать и так для того чтобы установить нам нужно нажать вкладочку install guide и здесь прочитать как все это дело работает зависимости от операционной системы которые у вас установлен на компьютере я же ставил все это дело на windows я выбираю install guides windows и здесь вот как раз таки мне все и написано вам необходимо будет скачать zip-архив official download давайте нажмем на него и нас перекидывает опять же таки на github и здесь вот внизу мы качаем мы качаем для windows поэтому выбирайте tracker версия 2.2.6 текущие качаете его дальше распаковываете и папочку выкидывайте на рабочий стол или там где у вас расположена значит ваш профит трейлер причем эту папку не нужно закидывать в саму папку профит трейлера а папка профит трейлера и вот этого самого профит трекера они должны находиться на одном пути просто рядышком друг с другом сама папка именно профит трейкера должна находиться рядышком повторюсь с папкой профит трейлера после того как вы все это дело произвели вам необходимо будет заполнить вот эти вот самые настройки и дальше можно уже будет взаимодействовать давайте я открою настройки своего трекера и посмотрим что нужно заполнить в главной папке значит трекера у нас присутствует файл, который называется ProfitTracker.json Мы его запускаем. Я, например, запущу через ноутпад. И дальше нам необходимо здесь выставить некоторые настройки. Генеральный. Бот-нэйм. Вы пишете то имя, которое вы хотите видеть в вашем боте. То есть у меня написано, например, PacMoney и если я перейду, значит, в трекер, где он был, вот так он будет выглядеть, у меня будет написано вот здесь вот Binance.PacMoney-PacMoney Дальше, значит, перейдем снова. Порт 3000. Ты оставляете по дефолту, указываете свой паспорт для доступа к данной панели. Дальше указываете Fiat Currency, то есть это, например, можете указать доллары, та валюта, в которой все это дело будет отслеживаться и конвертироваться автоматически. Дальше SSL-ку можете включить, можете выключить, но я ее здесь написал False, выключил, потому что она у меня выключена также и в ProfitTrailer. То есть для того, чтобы здесь ее активировать и чтобы они друг с другом работали нормально, то необходимо ее и в ProfitTrailer включать, но я этого не делал. Вот, поэтому я здесь указал тоже False. Дальше LogLevelInfo оставляете по дефолту. Дальше у нас ProfitTrailerData и ConfigData, то есть секунды получается. Каждые 15 секунд у вас трекер будет обновлять веб-интерфейс, да, вы будете смотреть, что там происходит и каждые 5 секунд, грубо говоря, он будет читать ваши файлы, которые находятся в логах ProfitTrailer. То есть, если для простоты понимания, трекер это некая такая надстройка, которая умеет читать логи и файлы самого ProfitTrailer и визуальной такой, скажем, информации преподносить вам вашу некую статистику в более удобном виде. Дальше Time Format 24-часовой, здесь указан и оставляем по дефолту. Дальше у нас ProfitTrailer, веб URL, это получается тот URL, который у нас служит для ProfitTrailer. Именно здесь мы указываем с портом 8081 полностью весь адрес, на котором у нас работает ProfitTrailer. Если вы его пытались изменить или на каком-то другом порту у вас он измененный работает, то, соответственно, указывайте тот порт, с которым он у вас работает. Дальше мы указываем сервер API Token, это токен вашего сервера на ProfitTrailer, где его создать и взять, сейчас тоже покажу. Переходите в раздел ProfitTrailer настройки и вот у вас открывается страница Server Settings. Вот здесь у вас есть API Token, то есть ProfitTrailer имеет свой API инструмент и он может на вашем локальном сервере также работать, функционировать с различными другими аддонами, дополнениями, в том числе вот на примере трекера. Для того, чтобы сгенерировать данный токен, вам необходимо просто нажать вот здесь Generate Random String и у вас сгенерируется определенная строка. Эту определенную строку вы копируете, предварительно нажимая Save Server Settings, то есть сохраняете настройки, да, потом копируете все это дело, дальше возвращаетесь сюда на бумажку и сервер API Token, здесь вы свой уже указываете. Дальше лицензия, лицензия указывается тоже от ProfitTrailer уже, ту лицензию, которую вы получили при покупке. И Exchange, это биржа, с которой все это дело работает и функционирует. Указывайте здесь, например, Binance, если на Binance торгуете. Трансфер, я не знаю, зачем он служит, да, вот здесь стандартная строка стояла, я ее не менял, с этим ничего не делал. Вот как было здесь указано, так я ее и в принципе и оставил, и на этом так все и работает. После того, как вы это все дело отстроили, вы сможете запустить, давайте закроем страницу, ваш трейкер, и после запуска у вас откроется тоже консолька, которая будет показывать лог, как он отслеживает, грубо говоря, ваши логи с ProfitTrailer, и у вас откроется веб-морда, она будет находиться по адресу, значит, где она, вот Localhost на порту 3000, и вот откроется вкладка Dashboard. Здесь на своей вкладке Dashboard вы можете видеть текущее количество ваших криптовалют, в данном случае это биточек, и вот мы видим, что здесь там 930 тысяч битка. Сразу он пересчитывает, сколько это будет в долларах, мы видим, да, также он учитывает сегодняшний профит, вчерашний профит, за последние 7 дней профит, показывает по битку за последние часы его цену, то есть мы видим, также видим рост или падение в последний час произошел, также мы видим холдинг, то есть те монеты, которые мы держим на том же ProfitTrailer, да, вот давайте в монитор перейдем, вот у нас есть Payer, здесь A, Payding и так далее, да, и он также здесь показывает, вот в таком вот удобном окне, причем в сумме мы можем видеть, что вот на данный момент у меня бот держит 3 пары, они сейчас находятся в просадке минус 0.07%, и это составляет там 1 цент всего лишь, да, также мы видим, что у нас находятся 3 пары в DSI, да, мы видим объем, то есть сегодняшний на 13 долларов, да, и мы видим просадку, там минус 2,5 в среднем, да, по всем парам он учитывает, и видим там такой процент. Ну, пендинг и даст, это уже такие, скажем, более старые опции, раньше все это дело по-другому немножко работало, даст это пыль, и в данный момент бот, ну, то есть когда вышло обновление, он просто сейчас не может купить, такая настройка вышла, что он не может купить те пары, которые потом превратятся в пыль, раньше можно было покупать, и все это дело там копилось, вот эти всякие мелочи, но сейчас сделали все очень красивенько, и теперь никакой пыли нету, то есть все, что он покупает полностью, все то же самое, он и продает. Дальше мы видим monthly profit, то есть это месячный profit, сколько было завершено продаж за апрель, например, на какую сумму мы заработали, и сколько в среднем в сутки была прибыль. Также мы можем видеть за май, например, вот у меня сегодня выпуск я записываю 2 мая, но вот уже было 10 продаж, заработано 71 цент на ту сумму, да, и средняя прибыль составляет 0,44. Здесь профитные пары показывают наиболее, наименее, да, и количество, то есть вот, например, эфир классик торговал у меня profit триллер аж 5 раз, то есть 5 продаж он уже совершил, и так далее, то есть по всем этим парам можно отслеживать. Помимо этого есть еще визуальное представление, то есть здесь небольшой такой график. Мы здесь видим две линии, желтая из них показывает, сколько в этот день конкретно вам выпала прибыль в битках, другая линия указывает конкретно сумму, то есть аккумулированные средства уже получается, то есть мы видим постоянный рост, 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 если бот постоянно торгует в плюс, то тогда на графике у вас и будет заметен этот рост, то есть он аккумулирует и суммирует все ваши прибыли за весь предыдущий период. Также здесь визуально представлен график вашего баланса, то есть у меня например сейчас 74% просто так лежат на балансе, 10 из них в парах и 16% в DSI и очень удобный daily profit. Мы можем отслеживать профит в долларах, причем на каждый день он фиксирует цену закрытия по битку, то есть вот 20 апреля цена закрытия биткоина была 6842 доллара и на основе этой цены, на основе моих трех продаж он высчитал, что мой профит составил 9 центов. В битке это было там 982 сатошки. Также на основе моего общего баланса, вот здесь он конечно высчитывал уже от пополнения моего. То есть изначально там я в прошлых выпусках, когда снимал, у меня лежало 300 тысяч сатошков, сейчас я это все увеличил до 900 тысяч сатошков и он вот этот вот профит уже рассчитывал на основе вот этого баланса. Вот, значит мы видим здесь 23 цента, 5 центов, 4 цента и вот до 30 апреля у меня на балансе находилось 300 тысяч сатошков и грубо говоря вот с таким депозитом получалось сутки там делать по 24, 19 где-то вот 4 цента и так далее. 1 мая я решил установить трекер, решил пополнить немножко побольше баланса, замерить все это дело, опять же таки пока там стратегию корректирую под себя. Вот 900 тысяч сатошков у меня стал баланс и вот 1 мая опять же таки пошли продажи, там большее количество ордеров у меня начало торговаться, ну и соответственно большая прибыль. Здесь 68, сегодня 2 мая пока только одну сделку закрыл 4 и вот здесь вот еще висят они, который открывает он в DSI и в Paris. Помимо этого я могу, нажав на любой день, например 27 апреля, посмотреть, что у меня было 2 продажи без DSI, то есть видим нулевой уровень DSI не участвовал, а просто купил-продал, да, с профитом 1.28, 2.10 по сделке и так далее. Очень удобно я вот это все могу отслеживать. Также, чтобы мне не держать открытым вкладку, например, с профит-трейлером и открытым вкладку с трейкером, я могу прямо здесь смотреть, какие пары на сегодняшний день он рассматривает для покупки. Могу видеть характеристики всех индикаторов, да, то есть для примера ставили, да, уровни Bollinger RSI ставили, мы видим где True выполняется, где ждет он и так далее. То есть какие пары на данный момент он рассматривает для покупки. Также мы видим и пары, какие на сегодняшний день есть, тоже видим профит по ним или убытки по ним, DSI видим, продажи видим и так далее, да. Все здесь то же самое показывает. Но в дополнение к этому всему есть здесь две настройки. CoinTrends я, честно, не разбирал, что-то такое, а вот по поводу DSI калькулятора довольно интересно. То есть если мы в прошлый раз настраивали там какую-то стратегию по DSI, да, вот для примера брали, ставили здесь триггеры, проценты объема и, значит, продажи, да, на какой процент. Мы вот эти характеристики можем задать в этом калькуляторе, так, где он у меня, sorry, выбрав здесь триггер DSI, то есть по триггерам, чтоб он был. Вот, мы задаем стартовый баланс, который у нас имеется. Дальше мы задаем, например, какое количество пар мы торгуем. Давайте для примера возьмем одну пару. Мы можем в данном калькуляторе указать Odyssey Levers, то есть это тот уровень, с которым мы работаем в данный момент. Это семь уровней мы здесь указывали. Давайте вернемся тоже здесь покажем семь уровней. И покупка. Покупка у нас там сколько составляет 0,3. Ну, вот у меня в данный момент, например, составляет 30 тысяч. Я могу здесь нажать калькулятор и посчитать. Что он нам считает и что он нам дает? Во-первых, он нам показывает, какое количество обеспечения в первую очередь у нас имеется. То есть, если я торгую одним ордером, буду в какие-то там серьезные промежутки и просадки использовать семь уровней DCI, да, то мне этого депозита там в 900 тысяч сатошков хватит. У меня переобеспечение 64%. Если я хочу торговать две пары, давайте нажмем Calculate, то у меня такого уровня тоже хватает. Мы видим, да, здесь 29% и так далее. Но если я хочу использовать, например, уже пять пар, он после калькулятора напишет, что ага, не хватает. Минус, видим 77. Дальше, для того, чтобы нам учесть полностью все вот эти триггеры, все объемы и посчитать, какой баланс необходим, мы эти триггеры также можем указать вот здесь. То есть, например, первый уровень у нас было 100%, 50, 33, 50, 33, 50, 100, например, да, то есть 100, 50, здесь мы напишем 33, дальше 50%, снова 33, далее 50% и далее 100%. Вот при таком режиме он нам посчитает более детально и более правильно, что для пяти пар нам обеспечения никак не хватает. Для одной пары, да, вполне хватает, и у нас запас еще 20%, но если мы уже две пары используем, то, соответственно, видим. То есть, здесь в этом калькуляторе что мы можем рассчитать? Мы можем рассчитать, какой нам необходим баланс для нашей стратегии. То есть, если мы используем такое количество уровней, например, да, торгую на балансе вот на таком, например, нам необходимо иметь такое-то обеспечение. Здесь мы можем также корректировать и уровень покупки, то есть, если, например, я вижу, что здесь не хватает, но давайте сменим, там, например, на 20 тысяч возьмем раз, так вот уже 6%, да, можно поставить сюда, например, 18 тысяч и у нас уже в плюс идет. То есть, такого баланса для двух пар будет хватать при наличии ДИСАИ 7 уровневого с размером нашего торгового объема 18 тысяч сатошков. Вот. Но я уже говорил в прошлых выпусках, что такой размер, ну, не очень-то удобно и комфортно использовать. Даже используя там 20 тысяч сатошков при ДИСАИ с некоторыми монетами можно столкнуться с трудностями, поэтому желательно использовать более 20, там, хотя бы 30, вот это вот, ну, тоже 20-30 прям совсем-совсем минимум. Вот в таком режиме можно в трекере использовать и считать ДИСАИ уровни по калькулятору. Я думаю, что по трекеру это все, вся какая-то дополнительная информация. Дополнительно, кстати, еще здесь есть один момент. Помимо того, когда ваш, например, вот находится в ДИСАИ, там та же самая эфирка, да, мы можем здесь не просто посмотреть характеристики, мы можем нажать, и у нас откроется график, подгруженный с трейдвью. Мы можем с ним взаимодействовать, вставлять сюда сразу какие-то индикаторы, и нам не нужно будет переходить на трейдвью, мы можем все это дело делать прямо в трекере. Довольно тоже удобный инструмент, можем причем сразу открывать несколько графиков и видеть. Это тоже довольно удобно. В самом же профитрейлере такой возможности нету. Вот в трекере это тоже имеется, и иногда это довольно полезно и удобно. Ну и все. На сегодня, мне кажется, достаточно по профит трейлеру и по трекеру тоже. Увидимся теперь с вами в следующих выпусках. А с вами на связь был канал PacMoney. Подписываемся, ставим лайки и всем пока-пока.